А с ним показывается, что покой Господень состоит и в мире, и в благоустройстве. Истинное основание молитвы таково – быть внимательным к помыслам и совершать молитву в великом безмолвии и мире. Человеку, молящемуся, надо все усилия свои обращать на помыслы, и что служит пищей лукавым помыслом – то отсекать, а устремляться мысли к Богу и хотение помыслов не исполнять, но окружающиеся помыслы собирать от отсюда воедино, различая естественные помыслы от лукавых. Душа под грехом уподавляется как бы большому лесу на горе, или тростнику на реке, или какой-нибудь чаще терни и дерев. Поэтому намеревающиеся проходить этим местом должны протягивать вперед руки и с усилием, с трудом раздвигать перед собой ветви. Так и душу окружает целый лес помыслов, внушаемых сопротивной силой. Почему потребна великая старательность и внимательность ума, чтобы человеку отвечать чуждые помыслы, внушаемые сопротивной силой. Внимательные к помыслам весь подвиг в молитвах совершает внутренно. Таковые своим разумением и рассудительностью могут преуспевать отражать восстающие помыслы и ходить в воле Господней. Многие, строго наблюдая за внешним, упражняясь в науках и заботясь о жизни правильной, думают, что такой человек совершенно не вникает в сердце, не примечая там пороков, какие обладает душою. Между тем в членах есть корень порока, соразмерные внутренние порочные мысли. И в доме кроется разбойник, то есть сила сопротивная и потому противоборная и вместе мысленная. Если кто не борется со грехом, то внутренний порок развивается постепенно с преумножением своим, увлекает человека в явные грехи, доводит до совершения их самым делом. Потому что зло, как отверстие источника, всегда источяет из себя струю. Поэтому старайся удерживать потоки порока, чтобы не впасть в тысячи зол. 163. Мир страждет недугом порока и не знает того. Есть нечистый огонь, который воспламеняет сердце, пробегает по всем членам и побуждает людей к непотребству и к тысячам злых дел. И те, которые раздражаются и соуслаждаются внутренне, в сердце совершают блуд. А когда зло таким образом найдет себе пищу, впадает и в явный блуд. Тоже разумея о сребролюбии, о тщеславии, о надмении, о ревности, о раздражительности. Как если позванство на обед и предложено ему множество снедий, так и грех. Внушает ответы всего, и тогда услаждающаяся душа обременяется. Может ли кто бы то ни было сказать, я пощусь, иду в странническую жизнь, расточая мнение свое, следовательно, уже свят. Ибо воздержание от худого не есть еще самое совершенство. Разве вошел уже ты в уничиженный ум и убил змея, который таится под самым умом в глубине помыслов? Княздица умерщляет тебя в так называемых тайниках и хранилищах души, потому что сердце есть бездна. Итак, разве его ты умертвил и изринул из себя всякую бывшую в тебе нечистоту? Все любомудрствующее все, и закон, и апостолы, и пришествие Христовое имеют в цели освящения. Всякий человек иудей елен, любит чистоту, но не может соделаться чистым. Поэтому надо надо искать, как и какими средствами можно достигнуть сердечной чистоты. Не иначе возможно это, как с помощью распятого за нас. Он есть путь, жизнь, истина, дверь, жемчужина, живой и небесный хлеб. Без той истины никому невозможно познать истину и спастись. Посему, как в рассуждении внешнего человека и вещей видимых, отрекся ты от всего, и раздал умение свое, так, если имеешь знание и силу слова и в мирской мудрости, должен все от себя отринуть, все вменить ни во что, тогда только будешь в состоянии назидать себя в буйстве проповеди, в которой есть истинная мудрость, состоящая не в красоте слов, но в силе, действующей Святым Крестом. Самое главное орудие для борца и подвижника состоит в том, чтобы, вошедши в сердце, сотворил он брань с сатаною, возненавидел себя самого, отрекся от души своей, гневался на нее, укорял ее, противился привычным своим пожеланиям, припирался с помыслами, боролся с самим собою. А если, видимо, соблюдаешь тело свое от расплений и блуда, внутренне же ты любодействуя, утворил блуд в помыслах своих, то прелюбодей ты перед Богом и не принесет тебе пользы девственное тело свое. Как если юноша, хитростью обойти в девицу, расплит ее, то мерзкая она делается жениху своему за любодейству, так и бесплодная душа, бесплодная, вступая в общение с живущим внутри змием, лукавым духом, блуда действует пред Богом. И написано, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Ибо есть блуд, совершаемый телесно, и есть блуд души, вступающей в общение с сатаною. Одна и та же душа бывает сообщней своей сестрой, или демонов, или Бога, или ангелов, и прелюбодействуя с дьяволом, делает уже неблагопотребной для небесного жениха. Неоднократно приводили мы притчу о земледельце, который, потрудясь и вложив семена в землю, должен еще ждать вспыши дождя. А если не явится облако и не подуют ветры, труд земледельца не принесет ему никакой пользы, и семя будет лежать без всего, примени это и к духовному. Если человек ограничится только собственным своим и не примет необычайного для своей природы, то он не может принести достойных складов Господу. В чем же состоит делание самого человека? В том, чтобы отречься, удалиться от мира, пребывать в молитвах, в бдениях, любить Бога и братья. Пребывать во всем этом есть собственное и его дело. Но если ограничится он своим деланием и не будет надеяться принять нечто иное, и не поверить на душу ветра Духа Святого, не явится небесное облако, не снизит с неба дождь и не оросит душу, то человек не может принести достойных плодов Господу. Кто ведет речь о духовном, не вкусив того сам, тот уподобляется человеку, который при наступлении дневного зноя идет пустым полем, и тонясь жаждой описывает источник, струящийся водой, изображает себя пьющим, тогда как засохли него уста и язык от палящей жажды. Или человеку, который говорит о меде, что он сладок, но не вкушал его сам и не знает силы его сладости. Так если ведут речь о совершенстве, о радовании или о бесстрастии, не ощущавшее в себе их действенности и удостоверения в них, то на деле не все бывает так, как они говорят. Ибо когда такой человек подобится со временем, хотя отчасти приступить к делу, тогда рассует он сам с собой. Не так оказалось, как предполагал я. Иначе рассуждал я, а иначе действует дух. Иное дело рассуждать о хлебе и о трапезе, а иное дело есть и принимать в себя хлебную питательность и укрепляться всеми членами. Иное дело на словах поговорить о самом сладком питье, а иное дело пойти и почерпнуть из самого источника и насытиться вкушением сладкого питья. Иное дело рассуждать о войне, о мужественных борцах и воинах, а иное идти человеку в воинский строй и вступить в сражение с врагами, наступать и отступать, принимать на себя и наносить удар и одерживать победу. Так и в духовном. Иное дело одниизведением и умом объяснять себе сказанное. А иное дело существенно на самом деле, с несомненностью, во внутреннем человеке и уме иметь сокровище, благодать, внушение и действие Святого Духа, произносящее одни только слова мечтает и надбивается своим умом. Как в мире, когда объявлена война, люди умные и вельможные не отправляются сюда, но боясь смерти остаются дома, вызываются же на войну вновь произникшие, бедные, простолюди, и исключаются, что они одерживают победу над неприятелями, прогоняют их от пределов, из-за этого получаются царя награды и венцы, достигают почести и достоинства. А те великие люди остаются позади их. Так бывает и в духовном. Невежды, слыша в первый раз слово, правдолюбивым помыслом исполняет он и на деле и приемлет от Бога духовную благодать. А мудрые и до тонкости углубляющиеся в слово избегают брани и не преуспевают, но остаются позади участвующих в брани и победивших. И так всячески надо заботиться стяжать духа благодати, ибо если его нет в тебе, все жертвы и труды твои ничто, и в час исхода схватят тебя бесы и увлекутся в свою бездну. У кого же дух, тот опалит их. Если кто ради Господа оставив своих, отрежшись от мира сего, отказавшись от мирских наслаждений, от имения, от отца и матери, распят себя самого, сделается странником, нищим и ничего не имеющим, вместо же мирского спокойствия не обретет в себе божественного упокоения, не ощутит в душе свое услаждение духовного, вместо тленных одеж не облечется в ризу божественного света, а внутреннему человеку вместо всего прежнего и плотского общения не познает с несомненностью в душе своей общения с небесным, вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя радости духа и утешения небесной благодати, и не примет в душу по написанному божественного насыщения, когда я это ему слава Господне. Одним словом, вместо всего временного наслаждения не приобретет ныне еще в душе своей вожделенного, нетленного услаждения, то стал он солью, потерявший силу. Он жалок более всех людей, и здешнего лишен, и божественным не насладился. Не познав по действию духа во внутреннем своем человеке божественных тайн. А что душа делает по-видимому сама собой, что предприемлет и прилагает старания совершить, опираясь на собственную только силу, и думая, что сама собой, без содействия духа может привести дело в совершенство? Кто много погрешает? Потому что неблагопотребна для небесных обителей, неблагопотребна для царствия та душа, которая думает сама собой, своими только силами, без духа преуспеть в совершенной чистоте. Если человек, находящийся под влиянием страстей, не приступит к Богу, отрезшись от мира, с упованием и терпением не уверует, что примет некое необычайное для собственного естества благо, то есть силы Духа Святого, и не уканит от Господа свыше в душу жизнь божественного, то не ощутит он истинной жизни, не отрезвится от вещественного упоения, а зарение Духа не возблистает во мраченной душе, не воссияет в ней святый день, и не пробудится она от самого глубокого знания и ведения, чтобы истинно познать ей Бога, Божией силой и действием благодати. Поэтому, кто старается уверовать и прийти ко Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь еще принять ему Духа Божия, потому что Он есть жизнь души. И для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь Духа Святого. Ибо сказано, прежде был свет, чтобы веровали в свет, придет ночь, когда никто не может делать. Поэтому, если кто здесь не искал и не принял в жизни Душе, то есть Божественного Света Духа, то Он во время истинствия истил отлучается уже на левую сторону тьмы, не входя в небесное царство, и в геене не имея конец с дьяволом и с ангелами его. Или как золотое или серебро, когда вержено оно в огонь, делается чище и добротнее, и ничто, ни дерево, ни трава не могут изменить его, потому что само бывает как огонь и поедает все приближающееся к нему. Так и душа, пребывая в духовном огне и в Божественном Свете, не потерпит никакого зла, ни от одного из лукавых духов. А если и приближится что к ней, то потребляется небесным огнем Духа. Или как птица, когда летает в высоте, не имеет забот, не боится ни ловцов, ни хитрых зверей, и, паря высоко, над всем посмеивается. Так и душа, приняв крыло Духа и воспаряя в небесные высоты всего выше, над всем посмевается. А если кто не имеет еще наслажденной, наслажденной и утвержденной в себе Божьей благодати, то день и ночь, как к чему-то естественному, да прилепляется душой к тому, что по временам руководствует им, пробуждает его и направляет к добру. Пусть, по крайней мере, как нечто естественное и неизменное, будут в нем попечения, страх, болезнования и всегда утвержденное в нем сокрушение сердца. Состояние, приявших действенность Духа. Кто добросовестно, без самосожаления, ведет труды под видничество, у того, наконец, открывается сила и действенность благодати. Обнаруживается она особой духовной теплотой в сердце, умерением помыслов, отъятием вкуса ко всему тварному и умолением цены всему, что считается на земле ценным. Это и есть семя, собственно, духовной жизни. Отсели начинается одуховление души, очищение от страстей, заживление ран страстями пресиненных. 175. Марии подражай, подражай не имея в виду ничего иного, а взирая только на того, кто сказал, огонь пришел я не звести на землю, и как я хочу, чтобы он возгорелся. Лука 12. Его возгорение духа оживотворяет сердца. Невещественный и божественный огонь освещает души и искушает их, как неподдельное золото в горниле, а порог попаляет, как серни и солому, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Действенности сего огня взыскуя, блаженный Давид и сказал, испытай меня, Боже, и узнаю меня. Испытай внутренность мою и сердце мое. Салом 25. 2. Сей огонь согревал сердце Клеопы и спутника его, когда говорил с ними Спаситель по воскресенью. И ангелы и служебные духи пресечаются в светлости этого огня, по сказанному, створяй ангелами своими духов и слугами своими огонь палящий. Сей огонь, сожигая сучок во внутреннем оке, делает чистым ум, чтобы возвратить в себе естественную прозорливость, непрестанно видел он чудеса Божии, подобно тому, кто говорит, открой очи мои и уразумей чудеса закона Твоего. Поэтому огонь этот прогоняет бесов и истребляет грех. Как железо или свинец, или золото, или серебро, вложенное в огонь, теряет свойства жесткости, переменяются вещества мягкие, и пока бывает в огне, по силе огненной теплоты, расплавляется, и изменяет естественную жестокость. Таким же образом и душа, отрекшись от мира и возлюбив единого Господа, с великим сердечным исканием, в труде, в подвиге, непрестанно ожидая его с упованием и верою, и приняв в себя он и небесный огонь божества и любви духа, действительно уже отрешается тогда от всякой мирской любви, освобождается от всякого вреда страстей, все отметает от себя, переменяет естественное свое качество и греховную свою жесткость, все почитает излишним, в едином небесном женихе, которого приняла в себя, упокоиваясь горячую и несказанную любовью к нему. Сказывай же тебе, что и самых любимых братьев, которых имеет у себя предотчами, если останавливает воной любви душа, так сказать, отпрощается, потому что жизнь и покой ее таинственное и неизреченное общение с небесным царем, ибо и любовь к водскому общению разлучает с отцом, с матерью, с братьями, и все, касающееся до них, делается в уме сторонним. Наставление Святого Макария Великого Египетского, пункт 178. Наставление Макария Египетского, кассета 2, пункт 178. Ибо сказано, посему оставит человека отца своего и мать твоя и прилепится к жене, и будут двое вплоть едину. А посему, если плоская любовь так отрешает от всякой любви, то кальми паче те, которые действительно сподобились вступить в общение с Онным Небесным и Вожделенным Святым Духом, отрешаться от всякой любви к миру, и все будет казаться для них излишним, потому что препобеждены они Небесным Желанием и в тесной от Него зависимости. Там желание, там помышление их, там они живут, там входят их помыслы, там имеет всегда пребывание свое ум, препобежденный Божественной Небесной Любовью и Духовным Желанием. Люди, на которых стала та роса Духа Божественной Жизни, и сердце которых уязвило Божественной Любовью к Небесному Царю Жениху, привязуются к той красоте, к неизглаголанной славе, к нетленному благолепию, к недомыслимому богатству истинного и вечного Царя Христа. Они даются в плен вожделения и любви, всецело устремляясь ко Христу, и вожделевают улучшить те неизглаголанные блага, какие созерцают Духом, и ради этого ни во что вменяет всякую на земле красоту и славу, и благолепие, и честь, и богатство царей и князей, потому что уязвились они Божественной красотою, и в душе их пала жизнь Небесного Бессмертия. Поэтому желают единой любви Небесного Царя с великим вожделением Его, единого имея предочами, ради Него отрешаются от всякой мирской любви и удаляются от всяких земных уз, чтобы возможно им было это одно желание иметь всегда в сердцах и не примешивать к Нему ничего иного. Те христиане, которые действительно вкусили благодать, и одни могут разуметь, что весь земной мир и царские сокровища, и богатство, и слава, и словеса мудрости, все это какая-то мечта, что-то не имеющее твердого основания, но приходящее. И ежели есть что под небом, то для них достойно это всякого пренебрежения. Почему же это? Потому что чудно и дивно то, что превыше Небес, чего нет ни в сокровищах царских, ни в словесах мудрости, ни в славе мирской. И достоинства или богатства, какие приобрели они, во внутреннейшем человеке, имеющий Господа и Творца всяческих, есть стяжание неприходящее, но вечно пребывающее. Ум и разумение христиан по общению и причастию Святого Духа достигает постоянства, твердости, безмятежия и покоя, не рассеивается и не волнуется уже непостоянными и суетными помыслами, но пребывает в мире Христом и в любви Духа, как и Господь, рассуждая таковых, сказал, что пришление от смерти в жизнь. Обновление ума, умерением помыслов, любовью и небесной приверженностью Господа от всех людей в мире отличается новая тварь, христианин. Для того было и пришествие Господне, чтобы истинно уверовавшие в Господа подобились этих духовных благ. Как кровоточивая жена истинно уверовалась, уприкоснувшись к воскрылию ризы Господней, точно получила исцеление и иссох поток нечистого источника кровей. Так всякая душа, имея неисцелимую язву греха, источник нечистых и лукавых помыслов, если придет ко Христу и истинно веруя будет просить, то получит спасительное исцеление от неисцельного тока страстей и силы единого Иисуса иссякнет овскудев тот источник, источающий нечистые помыслы. Но никому другому невозможно исцелить эту язву. Как если солнце взойдет над землей, то все лучи его на земле. А когда бывает оно на западе, тогда, отхотя в дом свой назад, собирает оно все лучи свои. Так душа, невозрожденная свыше духом, вся на земле своими помыслами, и мысль ее простирается до пределов земли. Но как скоро бывает подоблено получить небесное рождение и общение от Духа, воедино собрав все свои помыслы и удерживая их при себе, входит к Господу. В нерукотворенную обитель на небе и сея помыслы, вступая в божественный воздух, делаются небесными, чистыми и святыми, потому что душа, освободившись от узилища лукавого князя, Духа мира, обретает помыслы чистые и божественные, так как Бог благоволил сотворить человека причастником божественного естества. Это проявляется с первых пор воздействием благодати, но очень опасно думать, что тут уже есть какое совершенство. Этим полагается только начало. Благодать, да, в себя ощутить, обладевает сердце мало-помалу, пока не исполнит все, и все внутренне преобразит. Когда действие божественной благодати приосиняет душу по мере веры каждого, и душа приемлет помощь свыше, тогда благодать приосиняет ее только еще отчасти. И не думай, чтобы в ком-нибудь озарялась вся душа, внутри ее остается еще великая пажить пороку, и человеку потребны великий труд и усилия, соглашенные с действующей в нем благодатью. Поэтому та божественная благодать, которая в одно мгновение может человека очистить и сделать совершенным, начинает посещать душу постепенно, чтобы испытать человеческое произволение, сохраняет ли оно всецелую любовь к Богу, ни в чем не сдружаясь с лукавом, но всецело придавая себя благодати. Таким образом, душа, в продолжении времени и многих лет, оказывающаяся благоискусною, ничем не приогорчевающая и не оскорбляющая благодать, в самой постепенности находит для себя пособие. И сама благодать обладевает пажитью в душе, и по мере того, как душа многие годы оказывается благоискусной и согласной с благодатью, до глубочайших ее составов и помышлений пускают корни, пока вся душа не будет объята небесной благодатью, царствующей уже в этом сосуде. Так многие вводимы были в заблуждение самым действием в них благодать. Они подумали, что достигли совершенства и сказали, довольны с нас, не имеем ни в чем нужды. Но Господь бесконечен и непостижим. И христиане не смеют сказать, что постигли, но смиряется день и ночь. У души много членов, и глубина ее велика, и превзошедший в нее грех овладел всеми ее пажитями и составами сердца. Потом, когда человек взыщет благодати, она приходит к нему и овладевает двумя, может быть, составами души. А неопытный, утешаемый благодатью, думает, что пришедшая благодать овладела всеми составами души, и грех искоренен. Но большая часть души во власти греха, одна же часть под благодатью, и человек обманывается и не знает этого. И у того, кто одержим недугом, члены бывают здоровы, например, орудие зрения глаз, или другой какой член, между тем, как прочие члены повреждены, 186. То же бывает в рассуждении духовного. Иному можно иметь здравометрии духовные члена, но поэтому человек не есть еще совершен. Видишь, сколько духовных степеней и мер, и как по частям они вдруг очищаются и сканчиваются зло. Как зародыш в матерней утробе не вдруг делается человеком, но постепенно принимает человеческий образ и рождается, впрочем, несовершенного, еще возраста человеком. Но сперва многие годы растет и потом становится мужем. А также и семена, и чменя, или пшеницы не точас, как только брошенный в землю, пускает корень. Но когда пройдут холода и ветры, тогда уже в должное время дают от себя стебли. И кто садит грушу, не точас собирает в нее плод. Так и в духовном. Где столько мудрости и тонкости постепенно возрастает человек и приходит в мужа совершенного в меру возраста. Экистянам 4.13 А не как утверждают другие, будто бы сие тоже, что совлечься и облечься. Но как пчела тайно выделывает сот в улье, так и благодать. Тайно производит в сердцах любовь свою и горечь превращает в сладость, а жестокосердие в мягкосердие. И как серебряник и резчик, производя резьбу на блюде, по частям покрывает разных животных, каких на нем вырезывает. А когда кончит работу, тогда показывает блюдо в полном блеске. Так и истинный художник Христос, Господь, украшает резьбой сердца наших и обновляет таинственно, пока не переселимся из тела, и тогда соделается видной красота души. Оттого вкусившая благодать непрестанно больше и больше жаждут искушать ее. Души, правдолюбивые и боголюбивые, с великой надеждой и верой, вожделевающей совершенно облечься во Христа, не столько имеют нужды в напоминании других и не терпят в себе даже какого-либо умоления в небесном желании и любви ко Господу, но всецело пригвоздившись ко Христу Христову, ежедневно осознают в себе ощущение духовного приспияния в привязанности к духовному жениху, уязвившись же небесным желанием и жаждая правды добродетелей, сильно и ненасытимо вожделевает духовного озарения. А если за веру свою сподобится приять познание божественных тайн или делается причастными веселья небесной благодати, то не полагается сами на себя, почитая себя чем-либо, но в какой мере сподобляется духовных дарований в такой же по ненасытимости небесного желания, с большим еще напряжением взыскует тех, чем более ощущает в себе духовное приспеяние, тем паче алчат и жаждут причастия и приумножения благодати, тем более обогащается духовно, тем более как бы обнищевает в собственном о себе мнении по причине ненасытимости духовного желания стремится к небесному жениху, как говорит Писание, идущий меня еще в залчат и пьющий меня еще возжаждет в Серахове 24, 23, 190, душа истинно боголюбивая и христолюбивая хотя бы совершила тысячи праведных дел, по ненасытимому стремлению своему Господу думает о себе, будто бы ничего еще она не сделала, хотя бы изнурила тело свое постами и бдениями, при таких остается существование, будто бы не начинала еще трудиться для добродетелей, хотя бы вподобилась достигнуть различных духовных дарований или откровений и небесных тайн, по безмерной и ненасытимой любви своей к Господу сама в себе находит, будто бы ничего еще не приобрела, а напротив того ежедневно алка и жажда с верой и любовью пребывая в молитве не может насытиться благодатными тайнами и благоустроением себя во всякой добродетели. Она уязвена любовью небесного духа, при помощи благодати непрестанно возбуждает в себе пламенное стремление к небесному жениху, вожделевает совершенно сподобиться таинственного и неизреченного общения с ним к святыне духа, с откровенным лицом души, взбирает на небесного жениха лицом к лицу в духовном и неизглаголанном свете, со всей несомненностью входит в единение с ним, сообразуется смерть его, с великим вожделением непрестанно ожидает смерти за Христа, несомненно верует, что через духа примет совершенное избавление от греха и тьмы страстей, и очистившись духом, осветившись душевно и телесно, подобиться стать чистым сосудом для приятия в себе небесного мира и обители небесного и истинного царя Христа. И тогда-то соделывается она достойной небесной жизни, став еще здесь чистым жилищем святого духа. Но прийти в такую меру возможно душе не вдруг и не без испытаний. Напротив того, многими трудами и подвигами, с продолжением времени, при старательности, после испытаний различных искушений, принимает она духовное возрастание и преуспеяние даже до совершенной меры бесстрастия. И тогда уже с готовностью и мужественно выдерживать всякое искушение от греха подобятся великих почетей, духовных дарований небесного богатства. И таким образом царствия во Христе Иисусе Господе нашим. Христианство есть пища и питье. И чем больше кто вкусит его, тем более возбуждается сладостью ум, делаясь неудержимым и ненасытимым, более и более требующим и вкушающим. Или как если кто в жажде и подано ему сладкое питье, то ответ от его еще сильнее распаляется жаждаю и ближе подвигается к питью, так и вкушение Духа производит неутолимую пости жажду, которая справедливо уподобляется жажде такого человека. Это не одни слова, но действия Святого Духа таинственно споспешив ваще уму. Представь себе источник, и пусть там какой-нибудь жаждущий начинает пить, потом, когда он пьет, отвлекает его кто-то, не дает напиться, сколько ему хочется, тогда, вкусив воды, еще более возгорает он жажды и усилен ищет питья. Так бывает и в духовном. Иной же вкушает и причащается небесной пищей, и вдруг в это самое время его останавливают, и никто не дает ему насытиться. Господь знает немощь человеческую, что человек скоро превозносится, потому останавливает его и попускает ему быть в непрестанном упражнении и волнении. Ибо если когда и малое приемнешь, для всех делаешься несносным, надмиваешься, так кроме пачи, сделаешься нестерпимым, если дадут тебе в один раз насытиться. Но Бог, зная твою немощь, посмотрение своему, посылает тебе скорби, чтобы стал ты смиренным и ревность не изыскал Бога. Жаждая все больше и больше Господа, такие чувствуют себя скудными, недостаточными во всем. Оттого смирения есть укорененное в них чувство, оно же условие всякого дальнейшего успеха.